Приветствую вас, если отвечать на ваш вопрос прямо, да, то есть вот как вы спрашиваете, что почему ваш друг, он стал отдаляться и общаться холодно с вами, вот, если отвечать на этот вопрос прямо, то можно сказать в принципе так, что ваш друг он вел себя по отношению к вам несколько эгоистично, да, не несколько эгоистично, несколько такой у него был шкурный интерес по отношению к вам, и за счет вас, ваш друг, значит, что-то получал, для себя, хотел получить что-то для себя, вот, и он, в общем, получал что-то для себя, вот, до тех пор, пока вы, ну, не начали общаться с другими людьми, вот, как только вы начали общаться с другими людьми, то друг ваш, он потерял то главное, что он получал от вас, и, соответственно, ему стало с вами очень неудобно, дискомфортно и тяжело, вот, что именно ваш друг от вас получал, и что именно он потерял, да, давайте, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ именно вот такая именно в контексте друга поговорим вы пишите что два месяца с ребятами не могли найти общий язык да вот интересно что вы здесь пишите непонятно то ли с улыбочкой то ли в скобочках если в скобочках то что именно в скобочках если с улыбочкой то что именно с улыбочкой вы здесь хотели написать не очень понятно вот но вы пишите что один друг все же нашелся в группе то есть понимаете вот вы я так понимаю два месяца учились в университете на первом курсе два месяца и за два месяца за два месяца в течение двух месяцев вы считаете вы считаете что в течение двух месяцев у вас мог появиться друг то есть понятие дружбы она для вас видимо достаточно вспышит она для вас но они не соответствует таким реальным ну рядом и положение вещей вот вы говорите а вдруг один друг все же нашелся в группе то есть именно нашелся тоже довольно такое интересное слово нашелся вы как будто искали себе друга ну вот и вы нуждались в друге вот тоже интересный момент зачем да ну это так я походу говорю значит он всегда поддерживал писал беспокоился он единственный человек который делал все возможное чтобы я чувствовал себя нормально в группе нормально вот так вот ну то есть вот этот человек он был значим для вас и этот человек понимал что он единственный Который делал все возможное, чтобы вы себя чувствовали в группе нормальной. Единственной. Вот задумайтесь, да, единственной. Вот когда речь идет о таком вот единственности, да, о единственности, то как можно характеризовать этого человека? А человека можно характеризовать, значит, как исключить исключительного. Да? Вот. Исключительность. То есть человек с вами, да, чувствует себя исключительным. Уникальным. То есть он такой вот один. Он такой, значит, единственный в своем роде, да. Вот. Понятно. То есть человек своими действиями добился того, что он стал исключительным для вас. Дальше. Вы пишите. Я сейчас начала общаться с ребятами. Сдружилась с некоторыми мальчиками и девочками. Точка. В общем, друг, которого я очень ценила, отдаляется от меня. Раньше всегда писал, а сейчас холодно отмечаю. Что произошло? Ваш друг, который считал себя единственным, который считал себя, ну, не знаю, уникальным, например. Да? Ваш друг внезапно перестал таким быть. То есть он внезапно перестал чувствовать свою уникальность. Он внезапно оказался, просто оказался еще одним, понимаете? Он внезапно оказался просто еще одним, еще один человек, еще один, ну, я не знаю, мужчина в вашей жизни может быть. А еще одним другом человек быть явно не готов. Вот ключевой момент в этом заключается, что еще одним, еще одним другом человек, человек быть не готов. Его не устраивает эта большинство, что он еще один. И он, соответственно, молчал отдаляться. Потому что ему с вами стало некомфортно общаться по причине того, что вы перестали в нем видеть кого-то уникального, а он перестал себя же чувствовать с вами таким же уникальным. Понимаете? Какая история получается? Можно ли говорить о том, что ваш друг действовал, ну, скажем так, как-то скоростно может быть? Да, можно ли говорить о том, что ваш друг действовал в своих интересах? Да, можно. Да, можно. Об этом можно говорить. Можно ли говорить о том, что друг вас использовал? Здесь сложнее, потому что я верю в то, что он делал то, что делал недознательно. Я верю в то, что он мог это делать недознательно. Я верю в то, что он не отдавал, не отдавал, не отдает отсчета себе в том, что он делает, не отдает себе отсчета в том, как это выглядит. Я в это прекрасно верю, спокойно, прекрасно в это верю. Но меняет ли это что-то для вас? Нет. Для вас это не меняет абсолютно ничего. Почему? Потому что друг ваш, ваш друг, он, как вы увидели, я надеюсь, как вы увидели, он в общем и целом просто-напросто, ну, преследует, скажем так, преследует, да, свои интересы какие-то, вот, и даже если, даже если он этого не осознает, то все равно он позволяет себе, вот, ваш друг, да, позволяет себе, значит, вести себя таким образом, что, ну, что вы чувствуете его отдаление, он позволяет себе вести себя таким образом, что вы ощущаете его, как бы, отторжение и так далее. И другу не нравится, что у вас налаживается жизнь, да, ну, грубо говоря, грубо говоря. Другу не нравится, что у вас, как бы, налаживает сообщение с, ну, вот, своими сокурсниками. Другу это не нравится, потому что он преследует свою цель. Возможно, у друга тоже какие-то есть проблемы, знаете, с общением, и он вот через вас за счет вас хочет решить, вот, собственно говоря, свои какие-то, значит, проблемы. Вот поэтому ваш друг и так отдалился от вас. Сделали ли что-то вы? Нет, вы ничего не сделали. Можно ли ситуацию изменить? Ну, в буквальном смысле слова, да, именно в буквальном смысле слова, изменить ситуацию можно только если вы снова будете одна, только если вы снова будете никому не нужны, вот. И вот в этом только случае можно, может быть, может быть, друг ваш вновь почувствует себя нужным и вновь будет, ну, вновь обратить на вас, собственно говоря, внимание свое. То есть опять ему, грубо говоря, нужно будет вас спасать. То есть на психологическом языке то, что делает ваш друг, он вас спасает. То есть ему, ему не нужен равноправный, равнозначный партнер. Другу это не нужно. Другу нужно, чтобы вы были несчастны, чтобы он мог быть для вас кем-то, кем-то вроде героя, чтобы он вас спасал, чтобы он вам, там, я не знаю, помогал и так далее. Вот что нужно вашему другу. Другой вопрос. Другой вопрос. То, что вы говорите, то, что вы говорите о том, что вы сделали. Вот другой вопрос. То есть вы почему-то допускаете для себя, допускаете, что вы могли что-то сделать. И у меня отсюда возникает, как бы, к вам встречный вопрос. Не завышено ли у вас чувство вины, например? То есть, как часто вы испытываете, там, вину, например, да? Если испытываете. Значит, насколько вы уверены в себе? И насколько вы, значит, цените себя, насколько вы любите себя и так далее. Вот. Потому что в первую очередь, когда с другом что-то начало происходить, вы подумали не про то, что это в нем проблема, а вы подумали про то, что это может быть у вас проблема, что это вы сделали что-то не так. Ну, это характеризует о вашей, это говорит о вашей склонности, в первую очередь, да, обвинять именно себя. Ну, или иметь такую, иметь такую склонность обвинять себя. Это качество, которое никак не способствует тому, чтобы вы хорошо выстраивали отношения с другими людьми. Вот. Теперь, 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 когда мы с вами вот этот момент, я надеюсь, разобрали, да, когда вы поняли, почему ваш друг от вас отдалился, давайте рассмотрим все-таки то, что произошло с вами, то, что произошло в вашей жизни и, собственно, то, почему вот эта ситуация вообще для вас стала возможна. Вы говорите, что я в течение двух месяцев не могла найти общий язык с ребятами. Очень важно понять для себя, очень важно понять, почему вы не могли найти общий язык с ребятами. То есть, если здесь у вас какие-то системные проблемы, говоря системные проблемы, я имею в виду неуверенность в себе, страх, значит, ну, может быть, еще какие-то аспекты в виде проблемы, может быть, ну, в виде проблем с общением, например, в виде проблем с взаимодействием, в виде проблем, значит, поддержанием, ну, с поддержанием диалога с людьми, или, может быть, с тем, что вам просто тяжело находиться в компании с, ну, в компании людей. И так далее. То есть, проблема того, что вы не можете найти общий язык с людьми, вот эта проблема, она достаточно серьезная, поскольку она делает вас уязвимой, она, ну, как вот вы можете видеть, она, эта проблема стимулирует вас к тому, чтобы вы обращали больше внимания на то, что делают другие люди, то мне кажется, нужно на эту проблему обратить самое пристальное, в общем и целом, внимание. Потому что это все-таки важный аспект. Если вы не можете найти общий язык с людьми, если вам тяжело с людьми сблищаться, то это говорит о том, что вы себя, вероятно, до конца не принимаете. Вы себя, вероятно, может быть, ну, недооцениваете, не любите и так далее. И вообще занимаетесь в том, что вы ценны. Вот. Если так, то с этим аспектом еще раз повторю, нужно работать. Значит, дальше. В общем, вы пишите, что в группе нашелся друг. То есть, судя по всему, да, для вас друг это тот, кто помогает, переживает, делает что-то для вас и так далее. Вы говорите, что он единственный, он единственный, кто, грубо говоря, делал все для того, чтобы мне было хорошо в группе. Но, вы сами делали что-то, чтобы вам было в группе хорошо. Опять же, это наводит на определенную мысль о том, что вы склонны переносить ответственность. Значит, себя на другого человека. Что не является для вас чем-то хорошим и правильным, что не помогает вам обрести самостоятельность. Да, ну вот, такую самостоятельность, чтобы прямо вот вы чувствовали себя независимо, чтобы вы прямо знали, что в любом случае у вас все будет нормально и так далее. Далее, вы пишите, что я сейчас, значит, сдружилась с мальчиками и девочками. Опять же, непонятно, рады вы этому или нет. Ну, если рады, то все замечательно, все здорово. Если нет, то в таком случае, непонятно, а зачем вы тогда с ними дружились, то раньше не позволяло с ними, собственно говоря, дружить. Да? То есть, вот, причина, какие были, ну, в качестве препятствий. То есть, вот, грубо говоря, да, есть люди. Эти люди, они вокруг вас. Вы говорите, что в течение, в течение двух месяцев вы не могли, соответственно, найти общий язык с ними. Вот. С этими людьми. С этими людьми. Вот. Но если вы не могли найти общий язык с этими людьми, а потом вы все-таки нашли общий язык с этими людьми, значит, наверное, что-то поменялось у вас. И хотелось бы знать, что именно поменялось. Далее, когда вы пишете про то, что ваш друг отвернулся от вас, да, то есть, он стал от вас отдаляться. Вот. Вы, как будто бы, вы говорите, что тот, кого я очень ценил, стал общаться со мной холодно. Вот, ценили вы человека этого за что? Не является ли ценность, точнее сказать, высокая ценность этого человека своего рода потребностью в нем? Может быть, страх, что вы лиситесь поддержки и так далее. Потому что, ну, как бы там ни было, ваш друг решил, вы его в общем и целом не обижали никак, вы его в общем и целом никак не оскорбляли, вы его в общем и целом никак не принижали. И если он перестал с вами общаться, значит, это его, собственно говоря, ну, сознательный выбор. Вот. И коли лучше это его заосторонательный выбор, то вам этот выбор нужно принять. А вы, получается, этот выбор принять не в силах. Вот. Вот. Судя по тому, что вы пишете. Вот. И если вы не в силах принять его выбор, то, может быть, вы в нем чересчур заинтересованы, вы в нем приинтересованы настолько, что без него не можете. И тогда можно говорить о том, что у вас от него своего рода зависимость, и эта зависимость вам, ну, опять же, ничего хорошего не принесет. Вот. Как, собственно, она вам, ну, она ничего не приносила хорошего до сих пор. Вот. То есть, грубо говоря, по какой причине вас волнует то, что человек от вас решил отдалиться. Все это, конечно, ну, все это намекает на то, что у вас есть вот некие проблемы с пониманием себя и того, что вы, собственно, можете, того, с чего вы, собственно, хотите, того, что вам важно и так далее. То есть, смещение акцента, смещение акцента с себя на других людей. То есть, вместо того, чтобы заботиться, грубо говоря, о себе, вы заботитесь о других людях. вас волнует эти самые вот другие люди. И из-за этого вы можете получать заряд негатива. Вот. Я таким образом думаю, что имеет смысл обратить внимание больше на все-таки себя именно. на то, что вы хотите, на то, что вам нужно, на свою цену. Вот. А не на других людей. Значит, вы не задаете вопроса никакого. Да? И у вас отсутствует запрос. Вы просто говорите, что я не понимаю, что я сделал и почему он так резко изменился. На этот вопрос я вам ответил. Надеюсь максимально четко и максимально понятно. Если вы хотите поработать над собой, над своим общением, над тем, как вы устраиваете общение. Буду рад помочь. Если у вас остались вопросы. Также пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.